Вы на канале «Английский структурный метод изучения». В английском видеоразговорнике мы рассматриваем сегодня 104-ю фразу. «Всякая птица своё гнездо любит» – это пословица. Обращаем внимание, буквосочетание «а» и «а» надо произносить нежно в британском варианте языка и более углубленно в американском варианте произношения. «Бэрд» – правильное произношение, очень важное. «Бэд» – кровать. «Бэд» – плохой. «Бэрд» – птица. «Эври» – каждый, каждая. «Всякая». «Бэрд» – птица. «Лайкс» – любит. «Итс» – своё. «Он» – собственное. «Нест» – гнездо. Обратите внимание на слово «итс». Многие его путают с «итис» – сокращенным вариантом «итс». Видите? Звучит одинаково. «Итс» – «итс». Но когда у нас апостроф, это «ай» выпадает и у нас выражение «эйт» – «из» – «она есть», «он есть», «это есть». Англичане говорят «она есть птица». А правильный перевод – «это птица». А в нашем случае «итс» – «птица принадлежит гнездо», «её гнездо». Если кому-то что-то принадлежит, мы говорим «его сорочка». Если это мужчина или мальчик – «his shirt». Если это девочка или женщина – «её платье», «her dress». Если это птица, собака и так далее, это будет «его», «её», «итс». Как вы видите, в русском языке при переводе «собственное» выпало собственное гнездо, мы просто перевели «гнездо». Всякая птица своё гнездо любит. Для сравнения можно назвать такие русские пословицы. Всяк кулик своё болото хвалит. Глупа та птица, которая гнездо своё немила. Хоть по уши плыть, да дома быть. Вы были на канале «Английский структурный метод изучения». «Ан гарнит Кusis» «Иж